День Конституции – праздник, подчеркивающий государственность и отношение граждан к правам и обязанностям. Первыми принимали поздравления и юбилейные медали к столетию вооруженных сил ветераны Великой Отечественной войны. Те, кто своей святой обязанностью считали защиту Родины от врага. Это параллель, наверное, от ветеранов до молодежи. О ней нужно говорить постоянно и всегда, и напоминать. Я думаю, что вот это наше желание, и дети это понимают. Поэтому мы не стараемся делать эти мероприятия какими-то помпезными. Мы хотим, чтобы все то, что мы будем говорить и что делать, чтобы оно находило до сердец и душ наших детей. Они понимали и любили нашу Родину, и понимали, что не только обязаны, есть права, но есть и обязанности. Потому что за ними будущее. Они будут строить наш тысячелетний город, они будут двигать вперед все наши начинания. В рамках республиканской патриотической акции «Мы, граждане Беларуси» 12 юным жителям Ленинского района Бреста вручен основной документ – паспорт. Все они – активисты молодежных общественных организаций. Я еще пока не решилась, кем буду, но, по крайней мере, я хочу быть руководителем цирковой студии, заниматься своим творчеством. Я жонглирую, езжу на одноколесном велосипеде, кручу обручь, и мне это очень нравится. Но вообще, молодежь, мне кажется, что каждый человек индивидуален, и то, что он хочет, пускай он и делает. Но, конечно, каждый человек должен приносить своей республике много чего. Еще одна добрая традиция ленинцев – вручать благодарности от администрации района молодым людям, прославившим свою школу и свой город. Спорт и творчество, общественная деятельность и наука – в этих сферах ребята показали высокие результаты. Надо стремиться, надо хотеть, желать. И очень важно, когда ты чего-то достигаешь, на этом достигнутом не останавливаться, а стремиться вперед и вперед. И я думаю, то, что когда тебя отмечают на каком-то определенном уровне, это уже какая-то оценка твоих стараний, твоего успеха. Эти молодые люди еще в самом начале жизненного пути, но их уже отличает активная гражданская позиция и неравнодушие к происходящему вокруг. А вручение паспорта в День Конституции запомнится им на всю жизнь. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.